Так, значит, тут кто-то кому-то отвечает. В таких случаях я не вмешиваюсь. Человеки срочно достаньте из морозилки? Да, срочно. Вот, так, вас приветствует Иркуш, когда можно начинать делать прививки, самые ранние сроки. Вообще их делают круглый год. Оптимальный срок я называю это во время, когда земля тает на 1-2 штыка лопаты и начинается сокодвижение, оно сразу начинается. Вот, вот это оптимальный срок. Самое раннее, большим риском, вот Сергей начал сегодня. Почему? Я вам показывал погоду там. Сильно рано начались плюсовые. Март-15 зима обычно, а тут был как раз плюс. Он не выдержал. Я говорю, начиная с яблони, они под бутылками выдержат. А я когда-то начинал с абрикосов, как меня учили, кстати. Вот, и однажды у меня из 300 абрикосов 200 под бутылками замерзли. Вернулась в апреле, зима от 18 до 60 градусов. Поэтому я специально это пусть медленно говорю, но как говорю, я не могу вам назвать срок. Вот у меня, допустим, 10 лет проносило, я рано начинал под бутылками, рано начинают они просыпаться, лучше приживаются. День идет за два, за три. И у меня к осени, главное к осени. Они вроде такие же, как у всех, но у всех зимой замерзают, а мои нет. Потому что мой срок длиннее вегетации. Он приближается к сроку Украины. Если не Италии, то хотя бы Украины. Так. Ну, 10 лет проносило, на 11-е-то у меня большая часть черенков погибли. А как я назову вам, да еще и иркутянам срок. Вот. Если бы, допустим, 1000 черенков или 2-3, как у Сергея. Да, он уже начал. Приходит пора привать, а у него поехали эти покупатели. Сбивает, бывает в один день 2, 2 привыки сделать, другой 20. Вот. Еле живой. Попробуй каждому это продать, да еще научи. Не научишь, погубит. Вот. Получается, я только называю оптимальный срок. Это. Когда началось сокодвижение. Неделю-двуме раньше можно под бутылками? Так. Ну, насчет повреждения камеры вы вам уже ответили. Не дай Боже. Малозилки держать. Ни в коем случае. Рассказывал я, как вместе плакали. Я и мой друг с Украины, который 40 черенков привез. И пока дошел до меня, заморозил их в морозилке все. Так. Листы, я бы с удовольствием. Альтруизм. 120 человек. Ну, че, значит. 120. Так. Прямо не все восхищаться. Альтруизм железового и Антона. Так. А что с удовольствием? Бездежный железный. Лекарства не хватает. Болечка, да. Наталья Яковлева, да. Совестно признаваться. Так. Это. Есть предложение. Так. А это самое. Спасибо, Евгений. Вот. Вот возьмем Наталью Яковлеву, да. Вот таких, знаете, сколько у нас? Вот. И поэтому лучше будем считать, что это самое. Что вы ничего не писали. Так. Кстати, Наталья Яковлевна, присылайте заказ, я вам подарю. Если бы узнали, сколько я сотен бесплатных выслал, и со скидками, и с какими скидками, вы бы сказали, ну, драк-то железа. Почему ты до сих пор не миллионер? Ладно. Короче, это. Наталья Яковлева, присылайте мне заказ, я вам так подарю. Так. Семена и косточки с пометкой можно садить в Сибирь без дальнейшей прививки. Вот тут, смотрите, абрикос серафимом упоминается, груши сладкие, и алтайский край. Алтайский край, он похож на нас. Вот. Ну, все-таки, там более перепады сильнее, там, может быть, сегодня теплее, чем у нас, а завтра холоднее, чем у нас. Там более, как бы, более климат. Вы знаете, Сибирь всегда отделяли от Алтая. Так и писали. Сибирь и Алтай. Я долго понять не мог, а потом понял, это как Крым для Юга России и Украины. То же самое. Но, тем не менее, давайте так. Вот, допустим, корнесобственный Серафим, да? Казалось бы, у него меньше шансов, чем у Серафима, который был в исторической родине. А на самом-то деле больше. Он берется с привитого дерева, плоды, с привитого, и у них уже гены есть дерево подвойного, более морозостойкого. Шансы высокие. Так. Но повторит ли он свои качества? Мы не знаем, кто у него отец. Отец будет по плебе какой-нибудь, он не замерзет ни за что. А если его попылил королевский или там академик, он может у вас замерзнуть. Невозможно сказать. Здесь садится все подряд, а там что получится. Груша Лада, нарядная Серафимова, долго ждать, лет 8-10 будете ждать результата. Во-первых, поздно просыпает, поздно засветает. Во-вторых, не первый же год не обязательно будут прекрасные плоды. Они могут быть лучше на второй год, еще лучше на третий год. чем груша, как бы, как сказать, вот она попала на новое место, ей плохо, а тут раз и, настолько ей плохо, а тут раз и, это, жива. И она в следующий год лучшее качество показывает. Ну и так далее. Так, Ренат хотел бы с вами связаться, это уже меня не касается, я понял. Так, 8 сантиметров сугроба начали оседать. О-о-о-о. Так, все саженцы абрикосов, что я откопал в прошлый год, погибли примерно 23. Градус 15 марта, этот год решил не откапывать. Тут варианты, откопал замерзли, не откопал, сгнили. Вот так вот. Так, доплели прогнозы, смотрели. Ну вот, пожалуйста, Подмосковье все еще минус. Тепло, минус 10, что тепло. Учтите, март, 1 марта празднуем начало весны. Так. Это кто-то советует другие, я не вмешиваюсь. То, что у нас плотен и ломает ветки по весне, это факт. Но я поэтому учу на этих, на холмы садить, чтобы посредствия были не такие оттяжки. Будут ли вебинарии по теме строительства хранения за продуктов? Вы знаете, я не знаю, что ответит Атан Валерич. Вот. Не знаю. Вот что касается хранилищ. Это столько материалов. Даже есть прекрасные материалы, проклинаемые много при садовом хозяйстве. Вот. Так. Добрый вечер. 100%. Это Олег Домосевич. Ну, я уже по фамилии вижу, что, наверное, НК Беларусь. 100% в сути прививки окулировка. Жаль. На сортов много. Люди трудятся. Сады только яблочки, наклоны по двоях. И все режут ветки. Старые сады грушевые, сады только под Брестом. А пропельсики единицы можем вырастить, но движение есть. И все же режут ветки. Ну, он подтвердил то, что я говорил. Нету никакой благодати в Беларуси. Нету. А ведь там климат позволяет. Персики они выдерживают в опривании. Ну, понимаете, там какой-то тормоз в головах у людей. И берет человек этот самый. Покупает персики черти откуда. Там с Турцией, допустим, с Египта. Съел, выплюнул косточку, посадил, снегом засыпал он с персиками. А наука не может. Ну, хотя бы укрытый. Мне говорят, ой, как трудно вырасти. Я говорю, легче абрикосов. Вот абрикос капризнейшая культура. Вот ниже же читали, там, откопал, погибли. Не откопался, там, с апреля. Ну, эти-то, что, они держат сырость. А, помните, я вам приводил пример, шаламая с этого, с этого самого, сахарина, вырастила теплица. Три раза укупнились плоды моих, моих, хасанских. Так, вот тут я боюсь так долго читать. Можь рвется, обрезать, опилить, а у меня руки не поднимаются. Как немного расшевелить, чтобы плоды, а что у нее так? а ты-ты-ты-ты-ты-ты, яблони не те, дубина, оврага, форма, большой куст, цветут обильно, плодносило 4-5 лет. Ну, обрез, как муж рвется, обрезать и пилить, это приближает плодносение, сокращает срок жизни. Вот. В обрезке делается перевод на плодносение, я считаю, тут это самое. Вот она пишет, я думаю, свет сбивает, подмерзает холодными потоками. Овраг не лучшее место, кстати, для деревьев. Склон оврага, но верхнее, вот это хорошо. Ветры. Ну, вы же ответили на этот вопрос. Сейчас мы не можем конкретно больше говорить. Даже в вашем ответе, в вашем письме уже ответ содержится. Так, Светлана, есть ли? Привет из Соленграда. Я не буду отвечать на вопрос о переводе средств лично. Я их все равно трачу не на себя, но неудобно мне. Так, мы закончили, Антон Валерьевич? вот это самое. Мы не закончили. Вот так, бегло проглядывать. Хотел бы я знать. Получается так, я о чем подумал, половина, даже две трети посвящено белорусам. Вырезать бы нам с вами, Антон Валерьевич, да отправить Лукашенко. Есть же у них это. И не только разместить, разослать, и чтобы отправили не только мы, а человек 10, 20, 50. Может, дойдет, дождь. нельзя же так-то, и белорусов жалко, если уж там, рядом с Африкой для меня, Беларусь, они могут вырастить, но это уже вообще никуда не годится. Ну, и деревья жалко, нельзя же их калечить бесконечно. Ну, попал случайный человек на должность замминистра, ну, пусть бы он занимался другим делом. Может, он был комбайнером, прекрасно, косит рожь, но сейчас, правда, наверное, разучился. Вот. Может, токарем был, подшипники делал на этом, на тракторном заводе Беларусь. Ну, в леснице я делал, вот результат. Ну, в общем, так, наверное, я буду заканчивать. Прошло больше двух часов. Вот. Так. И давайте прощаться до следующей субботы. Сегодня, как мог, ответил. А он, благодаря вам, пар выпустил в том плане, что я теперь не буду так злиться на тех же белорусов, кто захватил эти командные высоты и ничего не понимает о том, чем он должен служить, чему, народу. Вот. Ух там-то, я-то думал, все-таки больше то, это, ближе как-то к народу эта власть. Ну, ошибся. Ладно, до свидания. Спокойной ночи. Редактор субботы Корректор субботы Корректор субботы